Стохастичность означает случайность. Случайный процесс – это процесс, поведение которого не является детерминированным и последующий состояние такой системы описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. Однако, по М. Кацуе, Нельсону, любое развитие процесса во времени при анализе в терминах вероятности будет случайным процессом. Стохастичность в математике Использование термина «стохастичность» в математике относят к работам Владислава Борцкевича, который использовал его в значении «выдвигать гипотезы», которая, в свою очередь, отсылает нас к древнегреческим философам, а также к работе Ебернулиарс Конжектанди. Область исследований случайных в математике, особенно в теории вероятности, играет большую роль. Стохастическая матрица – это матрица, чьи строки или колонки дают в сумме единицу. Стохастичность в области искусственного интеллекта В области искусственного интеллекта стихастические программы работают с использованием вероятностных методов. Примерами таких алгоритмов могут служить Алгоритмы имитации отжига Стихастические нейронные сети Стихастическая оптимизация Генетические алгоритмы Стихастичность в данном случае может содержаться как в самой проблеме, так и в планировании в условии неопределенности. Для агента моделирования детерминированное окружение более простое, нежели стахастическое и стахастичность в естественных науках. Примером реального случайного процесса в нашем мире может служить моделирование давления газа при помощи венеровского процесса. Несмотря на то, что каждая молекула газа движется по своему строго определенному пути, движение совокупности таких молекул практически нельзя просчитать и предсказать. Достаточно большой набор молекул будет обладать стахастическими свойствами, такими как наполнение сосуда, выравнивание давления, движение в сторону меньшего градиента концентрации и т.д. Таким образом проявляется и мерджентность системы. Физик и метод Монте-Карло получил распространение благодаря физикам Станиславу Уламу, Энрико Ферми, Джону Фун Нейману и Николасу Метрополису. Название произошло от казино в городе Монте-Карло, Монако, где дядя Улама занимал деньги для игры, использования природы случайностей и повторов для изучения процессов аналогичной деятельности, происходящей в казино. Методы проведения расчетов и экспериментов на основе случайных процессов как формы стахастического моделирования применялись еще на заре развития. Теории вероятностей, но наиболее развелись в предкомпьютерную эру. Отличительной чертой методов моделирования Монте-Карло является то, что сначала идет поиск вероятностного аналога. До этого методы моделирования шли в противоположном направлении. Моделирование использовалось для того, чтобы проверить результат полученной ранее детерминированной проблемы. И хотя подобные подходы существовали до этого, они не были общими и популярными до тех пор, пока не появился метод Монте-Карло. Возможно, наиболее известный из ранних применений подобных методам принадлежит Энрико Ферми, который в 1930 году использовал стахастические методы для расчета свойств только что открытого нейтрона. Методы Монте-Карло широко использовались в ходе работы над Манхэттенским проектом, несмотря на то, что возможности вычислительных машин были сильно ограничены. По этой причине только с появлением компьютеров методы Монте-Карло начали широко распространяться. В 1950-х использует Лос-Аламусская национальная лаборатория для создания водородной бомбы. Широкое распространение методы получили в таких областях, как физика, физическая химия и исследование операций. Использование методов Монте-Карло требует большого числа случайных величин, что, как следствие, привело к развитию генераторов псевдослучайных чисел, которые были намного быстрее, чем табличные методы генерации, которые ранее использовались для статистической выборки. Одной из программ, где практически используются методы Монте-Карло, является MCNP – биология стахастический резонанс. В биологических системах было введено понятие стахастического шума, который помогает усилить сигнал внутренней и обратной связи. Применяется для контроля за обменом веществ у диабетиков. Также имеет место понятие стахастичность речевых сигналов. Медицина – стахастическая теория гемопоэза. Примером подобных стахастических эффектов может служить рак. Примером подобных стахастических эффектов может служить рак.